привет короче вернулись мы опять к этой стройке забетонировали столбы вот 4 штуки значит лазерном плоскости по строителям я приблизительно как бы как сказать отбил угол ската ориентируясь вот на те два крайних столба то есть грубо говоря угол я выбрал здесь ската такой какой у меня получался вот по тем крайним столбам вот эти два столба у сидят стоят который вечно нарощенные куски трубы приварены они были уж очень сильно не достали недостаточно для того чтобы здесь какой-то более-менее сносный скат сделать крыши поэтому вот тот суп угловой крайне да он выше то есть я короче говоря померил приблизительно где-то около около 7 8 градусов получается скат как у меня на всех строениях принципе односкатных сделан вот поэтому мне пришлось вот эти вот два столба нарастить наварив вот кусочки да эти столбы я вот у меня были два покороче два по длине я уже в надежде что мне хватит забетонировал сюда по длине и сюда и вот как видите по меткам вот фломастером я уже разметил как не обрезать их надо мне в принципе хватило этой высоты то есть все нормально здесь мы не промахнулись плюс на растил вот там вот трубы приварены видишь на тех вот крайних заборных столбах тоже приварил трубы все из кусков из остатков короче говоря делаю вот и исходя из угла который получался у меня вот от углового столба до второго вот по той дальней стенки да я уже разметил как не нужно отпилить обрезать вот столбы вот эти вот все значит делал как делал лазером у меня есть этот плоскости по строительным называется bosch я зафиксировал луч повесил на столб и уже отрегулировал чтобы меня луч попадал на край вот на верхушке столбов у тех вот и уже у меня обрисовалась картина как мне дальше нужно будет столбы обрезать все вот так разметил вчера вечером когда было безветренно и темно лучше был хорошо виден сегодня значит я вот разметил столбы кто не знает как это делается я быстренько покажу чтобы ровно столб обрезать нам нужно взять какой-то ну бывает лист формата а4 берут совмещаем кант верхний и все и у вас получается ровная окружность которую фломастером отмечаете и потом по кругу аккуратненько болгаркой обрезаете у вас получается ровный рез 90 градусов относительно основание столба вот все сейчас узнать я это все обрежу болгаркой на этот рез мы уже приварим уголок на которой положим балку как я вот эти вот наращивал трубы до ставил уровень у так вот в этой плоскости прихватывал да и вот в этой плоскости уровень стал прихватывал и какой зазор получался я его заваривал то же самое здесь даже шлак не отбил надо отбить будет вот то есть ну еще вот эти длинные столбы вот они получались у меня не получил получались не получались короче говоря в общем я с помучился немного вот ходил тоже страны смотрел чтобы они все стрелялись в уровень с этими столбами и вот в этой плоскости тоже ночью вроде получилось нормально все сейчас мы это дело от бри обрежем и дальше погнали ты угловой столб обрезал правильно я понимаю да угловой столб тот был выше я выровнял вот с этими вот столбами получается и значит здесь видите у меня поперечина пришлось обрезать потому что она была приварена ниже вот она лежит верну на место я я вырезал так чтобы не укорачивал ничего я вот здесь вот ее как бы это освобожу от этого куска столба и приварю просто чуть ниже для крепления железа соответственно чтобы вот осетку я не снимал чтобы как бы да ну к нам сюда скотину не зашла никакая в прямом переносном смысле вот и это самое и все держится пока так вот как то так и знаете что забыл сделать осел я короче говоря вот эти столбы в копал давно и у нас где-то наверное неделю любишь ли причем такие прям как из бедра соответственно столб налила воды вот я обычно скотчем закрываю торцы трубы что туда не попадал в чем здесь опасность в том что зимой это вода замерзли в трубе и трубу разорвется приблизительно вот так как вот видишь надуло труб профиль здесь вот явно замерзла вода вот и поэтому поэтому так как здесь помещение будет не теплое и на и я заглянул во внутрь воды налило но практически вот по уровень земли то есть где-то сантиметров 80 90 точно я наверное есть насосик такой маленький очень короче просверлю отверстие столбе и выкачу оттуда воду чтобы уже спать спокойно чтобы меня не упаду труба это вода не может идти вниз а вниз она не уйдет я ставил трубу я сначала под пятник бетонировал ну как заливал бетон на трубу в бетон чтобы у меня был под пятник чтобы труба не уходила бетона в землю под весом по снеговой нагрузкой которая здесь зимой будет вот так что у меня вниз вода идти не может там бетоном а испариться из трубы ну блин там такой объем что нет вряд ли ну короче это ближе к земле я уже сделаю просто ты напомнишь мне если забуду это что я напомню я не забуду короче вот ты теперь с этим спать не сможешь забудешь как бы тебе забыть бы готова наша стоечное поле назовем его так все стойки покрашены приварены уголки сверху для крепления балок балки будут в виде бруса 100 на 150 и на них уже будут опираться стропила так что осталось вот здесь немного нам почистить уровень земли вот эти корни выбрать вот это вот все дело почистить и выровнять вот этот бугор приблизительно в уровень с остальной землей и уже дальше здесь будет подсыпка песчаная наверное и будем надеяться что стяжка в будущем так что ждем материал чтобы продолжить дальше наше строительство и делать уже крышу хочу вам показать новый строительный объект на нашем участке если помните здесь стояла него него мы убрали и вот я сейчас пробурил четыре отверстия по углам будем делать здесь такой легкий навес для чего не для машины нет значит мы сюда будем наверное следующее лето если все будет нормально будем живы-здоровы выносить клетки наши деревянные для бролера и подращивать вот здесь под навесом либо навес будет закрыт еще со всех сторон железом посмотрим будем подращивать бролера чтобы у нас была возможность для санразрыва вот в том помещении так как сейчас у нас партия была небольшая мы ее вот таким образом выращиваем на улице ну там уже в курятнике на самом деле другая партия на 160 с чем-то штук вот но в общем смысл в том чтобы была возможность выселить оттуда с того помещения птицу и полностью его продезинфицировать от помещения обработать вот поэтому у нас есть вот остатки былой роскоши такие столбы это последние столбы часть вот на тот навес у нас задействована была вот они короткие мы сейчас будем здесь их наваривать короче говоря я вот разметил будем торцевать сейчас аккуратненько все это делать а вот и сваривать вот так как сварим забетонируем их вот в эти лунки друзья покажу как я свариваю трубы чтобы они были ровные и прямолинейные скажем так наверняка об этом способе вы все знаете но на всякий случай может быть кому-то он пригодится и кто-то о нем не в курсе значит смотрите вот такой уголок я использую ну полка наверное где-то 50 я не буду мерить около 50 кладу вот таким вот образом видите как он развернут нишей как бы получается наружу да вот я не стал ничего приваривать сюда вот какие-то упоры чтобы он в таком положении был зафиксирован я просто его так скажем закрепил вот такими колесными упорами автомобильными вот все он зафиксирован уголочек и кладем сюда получается трубу которую нам нужно сварить с каким-то другим элементом она сама принимает положение да то есть фиксированная прямолинейная по всей плоскости по всей длине вернее вот этого уголка и также сюда кладем кусочек который нам нужно приварить совмещаем их и обвариваем и тем самым мы получаем за счет вот длины вот этого уголка за счет его скажем прямолинейности мы получаем прямолинейно приваренный какой-то элемент к основной трубе так что вот так вот я делаю быстро и удобно положили трубы на уголок совместили две трубы предварительно от торцованы и сейчас прихватываем с этой стороны потом переворачиваем прихватываем с противоположной далее я трубы снимаю обвариваю уже на земле чтобы но трубу крутить надо чтобы нам вот эти вот прихватки не мешались они будут упираться в уголок это неудобно так что делаем две прихватки с этой и с другой страны снимать так вот одну сделали сейчас перевернем так перевернули вторую массу да отвалилась у меня масса отвалилась бы так все вторую прихватили сторону теперь снимаем трубу проверяем на всяких все и погнали варить вокруг где-то зазор побольше варим поаккуратнее чтобы не прожечь где зазор поменьше там увереннее я не варю как бы да корень шва сначала нам заваривая вот этот зазор потом сверху накладывать вторым слоем размазкой с колебательной ну как бы здесь не водопровод не газовая труба поэтому главное чтобы держалась и все так что особо не заморачиваемся а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я не сварщик, но думаю, что держаться будет Как вы считаете? Отойди от солнца, я поскажу Сойдет для сельской местности Делаем сразу несколько дел Видите, у Александра тут все на мази Ну что, наши столбы готовы Будем устанавливать и бетонировать Так, друзья, ну вот мы залили столбы Все забетонировали Выставили по уровню Так, здесь вода, потому что я столб мыл Вот, до самого верха я не бетонирую Вот, я засыпаю самый верх землей Как бы получается грибочек такой У меня есть надежда, что это помогает Избежать пучения и выпирания столба Ну, не знаю, я так делаю, короче говоря Я до верха не лью Чем больше залит столб в верхней части Тем его больше прет за счет касательных сил пучения Боковых, так называемых Вот Что? Пусть застывает Завтра, я думаю, отобьем скат крыши уровнем И обрежем, приварим уголки Ты медитируешь? Типа того Смотрю, пролет большой получился 3,90 Я хотел сюда балку 100 на 150 поставить И думаю, что маловато будет Короче, есть идейка одна Но в любом случае я дозаказал еще 100 на 200 брус Ну, конечно Сюда 100 на 200 поставлю У вас богатых свои причуды Да, потому что это Ну, если снежка мокрого навалит Прогнется, боюсь И еще кое-что Поставлю, но об этом позже Интрига Да Столбы я обрезал Уголок пока приварить не могу У меня нет никакой ровной доски Четырехметровой, чтобы положить сюда И правильно сориентировать уголок Вот поэтому жду пиломатериал, когда привезут И тогда уже буду варить эти уголки Чего ты? Ты корову, что ли, моешь? Покажи-ка На мыло корову-то? А ты воды ей дала? Да, корова, все правильно Дать воды, если я ее мою А, так ты помоешь? Вода с мылом, мама, ты что? А, ну ты помоешь, потом в этом ведерке дашь, да? Да, нет Ну эту выльешь в воду, другую нальешь? Да? У нее коры-то специально для питья есть А, ну хорошо Но имей в виду, что корова-то, она, да, любит чистоту, да? Молодец Вот так мы ухаживаем за домашними животными Опс Ты привез бак Так, в этот бак и я влезу Мне стоит об этом подумать? Не знаю, как себя вести будешь Пока две индейки планируются Литражом-то? 110 И этот 2,5 киловатта Понятно Короче, мы готовимся, да? Да К гигантскому забою Ну пока, да Готовимся потихонечку Отлично Все, спасибо за внимание, пока Сметана, ты посмотри Он перезарядил свой бульбулятор За длиной трубы и все смотрим Вот так вот И вот из той последней пшикалки Сегодня паром спиртовым в потолок ударила Разочек После чего мне было заявлено о том, что он вырос из этого оборудования Вот понимаете? Вот я из майки вырастаю, а он из оборудования По этой причине требуется непосредственно материальное вложение В усовершенствование данной системы бульбулятора Для, я не знаю чего Чтобы из нее жидкое золото, может быть, капало Вот представляете себе Вырос он из оборудования Что ты будешь делать? Я говорю, то есть мы трубу еще нарастим Ну метр на два Пропилим плиту Все это выпустим на чердак Ну а потом и крышу пропилим Что там уж мелочится Будем расти в оборудовании Семимильными шагами Вот так вот Некоторые из оборудования выросли А некоторые все еще руками посуду моют Каждому свое